Привет! Привет! Давай поговорим о вашей сертификации. Почему ИСО 31000? Это очень хороший вопрос, и мы, когда принимали решение о том, какую международную сертификацию привезти в Россию, нам, в принципе, очень понравился фундамент, который из себя представляет из отрасли 1000, потому что, а, это международный стандарт, основанный на позиции большого количества международных экспертов, б, он очень простой и короткий, и в те принципы, которые заложены, та идеология, которая заложена в стандарт, она очень близка нам по духу, то есть вот именно идеология встраивания в принятие решения, интеграции, отсутствие отдельной системы управления рисками, то есть классических вещей, которые из нашего личного опыта кажется, точнее, уже очевидно, что не работают. Мы хотели двигаться в какую-то иную сторону, поэтому ИСО 31000. А что скажешь критикам? Ну, и у нас, как, собственно, у любого игрока на рынке, большое количество конкурентов, и наши конкуренты особенно яро нас стараются критиковать, и есть несколько таких вот, как бы, мыслей, и за что обычно цепляются. Первое, самое очевидное и самое простое для аргументации, это то, что говорят, ИСО 31000 не предназначен для сертификации. Но это из разряда, когда слышу звон, не знаю, где он. Здесь сразу, как бы, несколько на эту тему комментариев. Первое. В 2009 году действительно в стандарте было написано, что ИСО не предназначен для сертификации. В 2018 этого предложения уже нет. То есть, это убрали. При этом, объективно, мы понимаем, что стандарт ИСО 31000, он является не системой менеджмента, тип стандарта, а гайденс, и что как бы подразумевает, что он не предназначен для сертификации организаций. И вот это вот очень важная разница, которую, конечно же, наши не очень добросовестные конкуренты, они забывают. То, что есть большая разница сертифицировать организацию на соответствие чему-либо, и сертифицировать человека на предмет понимания и изучения какого-то конкретно взятого документа. Поэтому в ИСО нет абсолютно ничего запрещающего сертифицировать людей на предмет понимания того или иного документа. При этом мы как не призывали, так и не призываем сертифицировать организацию. Это первое. Второе, что нам еще говорят, что G31000 не поддерживается официально 262-м комитетом ИСО, которые, собственно, и занимаются разработкой стандарта. Но это тоже история, на самом деле, имеет за собой очень длинный хвост. Вот условно факты. Председатель первой комитета 262-го Кевин Найт был на протяжении, по-моему, последних лет 10 на всех конференциях, был основным спикером на всех конференциях G31000 по всему миру. То есть он, ну, для меня это индикатор, что явно он поддерживает и верит в это развитие, развитие этой сертификации. Второй факт, что когда я был в 262-м комитете, я помню, был на встрече в Бразилии, я ради интереса просто из 60 человек посчитал, кто является какими сертифицированными специалистами. Так вот, в 262-м комитете больше всего сертифицированных специалистов G31000. То есть пишут стандарт люди, которые прошли эту сертификацию. Ну и третье, не забывайте, что в комитете помимо просто риск-менеджера сидит большое количество консультантов, которые элементарно просто продвигают свои сертификации, и тем самым как бы они пытаются аргументировать, что G31000 для них не работает. Есть еще третий аргумент, там вообще просто уже из разряда сказочных. Рассказывают, что президент G31000 разыскивается полицией, что он недобросовестный, нечестный человек. Это ну при том, что Линда знает его хорошо. Что только не сделают, чтобы просто загасить. На самом деле все это легко объясняется. У них, как и часто бывает, между инноватором и национальной ассоциацией риск-менеджмента, это было во Франции, случился какой-то конфликт, и кто-то из французской ассоциации риск-менеджеров его гасит. Есть целая статья, где он якобы разыскивается в Сингапуре. Причем это настолько смешно, что Алексу Дали пришлось реально ехать в Сингапур и получать справку от полиции, что нет, его никто не разыскивает, и абсолютно все с ним нормально. Ну, в общем, большую часть аргументов, которые на рынке вообще про G31000 существуют, просто элементарно не соответствуют действительности. Потому что сертифицированные специалисты уже много лет работают над стандартом, они его условно написали, председатель 262-го комитета поддерживает G31000, и члены 262-го часто участвуют, постоянно участвуют в конференциях G31000, являются модераторами группы в Линктыне. Если, кстати, вы, ну, я не знаю, там, может быть, это только мне видно, но модераторы в группе в Линктыне G31000 практически все являются членами 262-го комитета ВСО. Ну, и плюс к самому Дали, лично у меня вопросов нет, потому что вот всякая критика там была, какие легенды про него ходят, все это уже давным-давно разрешено и закрыто. Это такая же легенда, как у нас в России белые медведи. Ну, я хотел даже пошутить, мне ли не знать, каково это, когда про тебя распространяют просто откровенную ложь различные организации в стране, просто когда начинаешь что-то активно продвигать и делать, ну, как бы, такое случается. Это, не на это нужно обращать внимание. Защитная реакция перед чем-то новым и хорошим. Да, это точно. И что ты скажешь риск-менеджерам? Ну, а на самом деле, как бы, вот абстрагируясь от вот этой вот Санта-Барбары, у риск-менеджеров есть настоящий выбор. Как выбрать для себя международный сертификат, как выбрать программу, которая бы им подходила. И здесь, условно, здесь есть два, точнее, три критерия. Первое, что больше понравится работодателю? Объективно, в России на сегодняшний день ответ очень простой, работодателю все равно. Работодатели не понимают, какие сертификации есть на рынке, им без разницы. Любая бумажка на английском языке для них имеет равный вес. Поэтому это, к сожалению, не аргумент. Второй аргумент, насколько валидна вообще адекватная организация, которая проводит сертификацию. И здесь все являются на одной абсолютно, на одном уровне. Потому что все международные организации имеют и подтверждения, и юридические формы, которые, в принципе, соответствуют вот этому минимальному уровню. Поэтому здесь тоже на основании этого тяжело сделать выбор. Все достаточно адекватные. Ну и третье, самое главное, вот это вот, собственно, что я хотел всегда сказать риск-менеджерам. Сертификацию нужно выбирать на основании тех знаний, тех компетенций, которые в нее заложены, той идеологии, которая в нее заложена. Поэтому если вы верите в то, что управление рисками должно выглядеть, как отдельная самостоятельная система управления рисками, со своими реестрами, картами, отчетами, то вам, соответственно, там в одну условную сторону. Если вы верите в то, что сертификация должна быть про встраивание, в принятие решения про интеграцию, про развитие культуры, про изменение того, как организация функционирует с учетом рисков, то условно тогда вам к нам в G31 тысяча. Потому что содержание и посыл, который в разных сертификациях в России заложен, он кардинально отличается. Поэтому условно выбирайте просто ту идеологию, которая вам ближе, то, что вам кажется принесет больше пользы для организации, и идите либо в А, либо в Б, либо в С. Потому что мы действительно предлагаем совершенно разные продукты по своему сутевому наполнению. Не по форме, а по сутевому наполнению. Потому что про форму я сказал, по форме все одинаковые. И работодателям по большому счету вообще все равно, какого цвета там лого на этой бумажке. Это как в русской сказке про трех богатырей. Налево пойдешь, смерть найдешь, направо счастье. Выбирайте сами. Да, но смерть карьерную. Такое тоже может быть. И хотела спросить последний вопрос. Почему G31000? И вот это, по-хорошему, вот это, наверное, самый важный вопрос. Потому что мы, когда много лет назад сначала развивали национальную сертификацию, и потом решили дополнить национальную сертификацию международную, у нас, по-хорошему, у нас был абсолютно чистый лист. Мы могли привезти G31000 в страну, мы могли привезти IRM английский, RIMS американский, RMA австралийский, фирма, в принципе, фирма европейскую собирались тогда привезти. Но вот по факту, что случилось. Американцы сказали, мы не планируем делать экзамены на русском языке, и мы не планируем вам давать право делать экзамены самостоятельно, соответственно, хотите, типа, езжайте в Америку и сдавайте экзамены. А англичане, в принципе, настолько зажрались со своим IRM, что они вообще не захотели вести диалог, потому что мы сказали, что мы вашу программу почитали, она нас не устраивает. Нас не устраивает, что у вас недостаточно математики, нас не устраивает то, что у вас недостаточно культуры управления рисками, нас не устраивает, что у вас недостаточно проинтеграцию в принятие решения, качество принятия решений. Мы хотим менять. Они сказали, нам вообще это не интересно, мы, типа, самые лучшие в мире, Мы вам ничего не позволим менять. Фирма задержались, по-моему, лет на пять. То есть элементарно, когда мы кого-то приводили, когда мы принимали решение, кого привезти в Россию, фирма были не готовы. При этом мы через совет директоров фирмы хотели и предлагали участвовать в создании для того, чтобы как раз избежать вот этих всех болячек. Но фирма пошла другим путем. Они выбрали тетечку, которая помогала Базель создавать. И да, написал вот реально чисто формальную историю, СУР, риск-менеджмент, нужно создавать систему, отчеты о рисках. То есть весь тот бред, в который мы категорически не верим. И поэтому, условно, это тоже для нас на тот момент был нереальный вариант, потому что они, а, были не готовы, б, еще и начали двигаться в сторону, которую мы категорически не поддерживаем. И вот нашли, условно, мы G31000, которые, а, во-первых, в мире достаточно весомые, б, когда я лично ездил в Париж получать сертификат G31000, мне общение с Аликсом дало очень многое. То есть я для себя очень многое открыл, и он показал, как еще в 2009 году было про встраивание в принятие решения. То есть он очень много позитивных каких-то моментов мне дал для того, чтобы развяться. Ну, а самое главное, почему G31000? Потому что они нам разрешили адаптировать их экзамен, потому что они полностью разрешили нам переписать всю программу обучения. Наша программа в России обучения, ее сейчас копируют другие сертификации, потому что она настолько превосходит то, что делают все национальные сертификации по всему миру. Англичане, американцы, австралийцы. Мы пошли настолько дальше. Мы пошли в принятие решения, в количественную оценку, в психологию, мы пошли в интеграцию в бизнес-процессы, мы пошли намного дальше, чем стандартно, обычно на уровне сертификации. Обычная сертификация – это риск-менеджмент-1, банальнейший просто риск-менеджмент-1. И поэтому у них нет конкурентных преимуществ, они все про риск-менеджмент-1. Мы сделали сертификацию с самого начала только про риск-менеджмент-2. Причем мы это сделали лет 5 или 6 назад, до того, как я еще придумал вообще, что есть риск-менеджмент-2. То есть мы с самого начала интуитивно, видимо, и благодаря нашей команде из 4 профессионалов, которая собралась вокруг ИСАРа, мы с самого начала двигались в правильную сторону. И сейчас это все подтверждается и подтверждается. Поэтому G31000 – все очень легко. Мы могли в Россию привезти кого угодно. Но мы привели тех, кто, а, дает нам возможность для маневра, дает нам возможность добавлять вопросы в экзамены и задавать нормальные вопросы по количественной оценке, а не просто, что там написано в 3 главе, 15 пункте ИСАРа, как это обычно делается. В общем, и поэтому у нас получился гибрид. Гибрид, который состоит… Вначале он состоял на 30% из нашего российского, потом он состоял на 50% из нашего российского. Сейчас там процентов 80 нашего российского, что мы сделали здесь на рынке. Это гордость. И поэтому, действительно, я очень сильно этим горжусь, потому что мы создали эту сертификацию условно на основании всех тех комментариев той работы, которая у нас от наших 130 сертифицированных, уже 150 сертифицированных мы постоянно получаем. Поэтому я надеюсь, что я постарался ответить на ваши вопросы. Многое из того, что есть на рынке, ну просто не является элементарно даже фактами, а является просто каким-то черным пиаром. И в итоге смотрите на содержание, смотрите на программу. Как только вы увидели слово «система управления рисками» в любой программе сертификации, вы, в принципе, для себя уже должны хотя бы понимать, что это все риск-менеджмент один. Хотите сертификацию по риск-менеджменту один? Без проблем. Идите и получайте ее. Мы пошли другим путем. Мы для себя решили, что мы будем делать только риск-менеджмент 2 в нашей сертификации для тех риск-менеджеров, которые уже достаточно зрелые и самостоятельные, которым не нужно думать, а как мне отчитаться перед росимуществом, потому что они хотят уже какую-то пользу для бизнеса приносить. Чтобы идти дальше. Надеюсь, вам это видео немножко помогло. Да, поэтому прекратите кидаться какашками и начните уже поддерживать наш русский продукт. Пока. Ставьте лайки, колокольчики. До встречи в следующих видео. Пока.